В Анжиро-Суджинске на праздновании Масленицы упал со столба мужчина. Видео уже появилось в интернете. Участнику конкурса удалось добраться до вершины, но во время спуска он сорвался. В Междуреченске, к счастью, обошлось без происшествий. Масленица прошла с размахом. Случай, требующий внимания, новокузнечанок поймали в Междуреченске на закладке наркотиков. Девушкам грозит 20 лет тюрьмы. Обо всем по порядку в Даджесте новостей. Новокузнечанки промышляли наркотиками в Междуреченске. Сотрудники Росгвардии обратили внимание на двух подозрительных девушек и доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра у одной из задержанных изъято 34 расфасованных пакета с наркотическим средством синтетического происхождения – соль. И изъяты их сотовые телефоны, при просмотре которых обнаружена информация, свидетельствующая об их причастности к незаконному сбыту наркотических средств. В ходе дальнейшей работы с подозреваемыми сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили адреса 56 закладок, в которых подельницы успели оставить наркотики. Дозы были также изъяты. Как выяснили полицейские, жительницы Новокузнецка специально приехали в Междуреченск, чтобы делать закладки наркотиков. В городе они остановились в съемной квартире. В ходе обыска жилища полицейские изъяли 141 сверток с солью, готовых к сбыту на территории Междуреченска. Кроме того, обыск был проведен и в квартире подозреваемых в Новокузнецке, где оперативники обнаружили партию нерасфасованной соли массой более 4,60 грамм, а также 94 дозы. Общая масса изъятых наркотиков составила более 500 грамм. Также изъяли весы, щипцы для расфасовки, изоленту, пакеты, скотч для упаковки. В настоящее время следователям в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконные производства, сбыт или пересылку наркотических средств. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы. На время следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Устанавливается место приобретения наркотиков. Появился сайт-клон налоговой службы. Предупреждает федеральное подразделение. Страница – копия одного из разделов портала ФНС России. Пользователь вводит свои паспортные данные, затем ему предлагают получить налоговую компенсацию – 91 сотую от подоходного налога. Посетитель сайта нажимает «Получить компенсацию» и вводит данные своей банковской карты, в том числе код с обратной стороны. Данные попадают мошенникам. Налоговая служба предупреждает – взаимодействие граждан и налоговых органов происходит в личном кабинете налогоплательщика. Трудовые коллективы боролись за победу зимнего фестиваля ГТО. Десять команд проявили себя в стрельбе, наклоне вперед, подъеме туловища из положения лежа, беги на лыжах. В результате – третье место у преподавателей Междуреченского горно-строительного техникума. Серебро у детско-юношеского центра. Чемпионами стали работники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Определили лучших и в личном зачете. В воскресенье междуреченцы проводили зиму. На площади весенняя для горожан организовали народные гуляния. В программе «Песни, танцы, конкурсы» не обошлось и без столба с подарками. В этом году он покорился не только ловким, но и смекалистым. Здесь у меня есть такие кроссовки, там шипы. И мне помогали мужики. И вот так я залезла. Для меня это русский народный праздник, которому у меня душа. Как развертывается, так и свертывается. Субтитры подогнал «Симон»